Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Мое личное субъективное мнение, что вопросы жилищные летом решаются более активно. Если мы начинаем строить дом, если мы подбираем какой-то загородный дом, то, конечно, летом это делать намного приятнее и интереснее, да и времени больше. Даже если мы покупаем квартиру, все равно, как правило, мы собираемся в отпуск, а потом начинаем заниматься сбором документов и подбором жилья. Именно о жилье мы сегодня будем говорить, правда, в очень достаточно узком и специфическом аспекте. Об этом я расскажу вам чуточку позже, а пока гостем нашей сегодняшней программы является заместитель директора городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Анастасия Шишмарева. Здравствуйте, Анастасия Анатольевна. Мы с вами договаривались, что будем говорить не о всем спектре жителей города Краснодара, мы будем говорить с вами о молодых семьях. Но прежде чем я начну вам задавать вопросы о том, как молодым семьям Краснодарского края улучшат свои жилищные условия, мы спрашивали у краевых специалистов. Давайте послушаем, что они говорили, а потом перейдем к городу Краснодару. Прошу. Программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется в Краснодарском крае с 2004 года. Это подпрограмма в составе федеральной целевой программы жилища на 2015-2020 годы. И вот за это время, это уже более 2012 год мы ее реализуем, за это время 4,5 тысячи, почти 4,5 тысячи молодых семей уже получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия. То есть либо приобрели жилое помещение, либо построили индивидуальный жилой дом в рамках данной программы. В среднем год ежегодно выделяется на реализацию данной программы от 130 миллионов рублей до 195 миллионов рублей. Вот в этом году, в текущем, у нас выделено 195 миллионов рублей. И ежегодно получателями средств социальной выплаты является от 200 до 300 человек. В текущем году мы планируем обеспечить 300 молодых семей. Необходимо отметить, что сегодня в списке участников подпрограммы включены около тысячи участников. Очень активное участие принимает муниципальное образование город Краснодар в подпрограмме. Из вот тысячи участников подпрограммы 271 участник – это из города Краснодара. Ну вот так это выглядит в рамках края. Давайте теперь разбираться с Краснодаром, потому как своя рубашка ближе к телу. Мы живем здесь, в Краснодаре, нас интересуют краснодарские цифры. Прозвучала эта фраза, что вот там с 2004 года это все началось, с 2012 года это достаточно активно все проходит. Итак, если говорить о городе Краснодаре, как сейчас реализуется программа обеспечения жильем молодых семей? И что мы рассчитываем, сколько семей рассчитывает на субсидии в этом году? Да, реализуется. Хотелось бы, конечно, чтобы она активнее реализовывалась, потому что есть проблемы, связанные с бюджетной, во-первых, ограничением бюджета. Не можем в текущем году профинансировать там всех участников, поэтому переносим на следующий год. Но тем не менее, я думаю, что это время, какая-то временная мера. Мы... Экономический спад, да? Экономический спад, да. Вот. И есть, скажем так, позитивные прогнозы, пока не буду о них рассказывать. Есть хорошие там новости, которые там приходят с вышестоящих бюджетов. Вот. Поэтому мы надеемся, что в следующем году ситуация поменяется. Но, несмотря на это, в этом году у нас 60 человек будут профинансированы, 60 семей смогут улучшить свои жилищные условия. Объем финансирования, планируемый, 42 миллиона рублей. Это по городу Краснодару? Только по городу Краснодару. Из которых 14 миллионов рублей – это средства федерального бюджета или 33% от общей суммы затрат. 6 миллионов рублей – это средства краевого бюджета или 14% и 22 миллиона рублей – это средства местного бюджета или 52% от общей суммы затрат. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Мы с вами встречаемся здесь, в этой студии, уже не первый раз. Мы говорили и с вашими коллегами, в том числе, и по этой программе. И вот здесь я вижу, что вот это вот процентное соотношение между бюджетами несколько изменилось. И сейчас муниципальный бюджет все-таки тянет, ну, большую часть, 52%, это больше половины. Вот, в связи с этим, другой вопрос. Если вдруг как-то так случится, что федеральный бюджет плюс краевой добавят к тем суммам, я понимаю, что это почти предельные суммы, найдется ли в городе дополнительный денег, на ваш взгляд, чтобы это было не 60 семей, а, допустим, 70 или там 80 семей? То есть, есть ли какой-то резерв на такую программу в городе? Мы будем изыскивать, потому что это наше социальное обязательство, нам просто ничего не остается делать, кроме как изыскивать резервы в бюджете. Вот, кроме того, у нас определяется методика, и методика каждый год рассчитывается на муниципалитеты сумма субсидий краевых. И методика зависит от бюджетной обеспеченности. Какова будет бюджетная обеспеченность в следующем году, ну, я не могу сказать. Но, с другой стороны, то же самое президент... Может быть, нам будет больше доведены средства в следующем году. Да, президент на питерском форуме говорил, что да, мы уже нашли какие-то определенные точки роста, и есть большие надежды на то, что бюджет следующего года в масштабах федерации будет выше, и возможности у бюджета будет больше. Так что остается верить, что и до нас эти деньги дойдут. Теперь давайте разбираться, кто же все-таки может принять участие в программе. Почему я спрашиваю? Потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что, ну, так вот, говоря простым языком, очень вкусные условия, да. Кто может принять участие в программе? Ну, у нас есть несколько критериев, да, к участникам. Первое, естественно, это возрастное ограничение. Молодая семья – это семья, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Каждого? То есть должны быть двое? Потому что разные ведь программы были в истории нашего государства. Были программы, в том числе, в которых один супруг мог быть там ниже определенного порога. В данном случае оба до 30... До 35 лет. До 35 лет. Дальше. Дальше. Обязательно регистрация всех членов семьи на территории города Краснодара. Также обязательно семья должна быть нуждающейся в улучшении жилищных условий. То есть на каждого члена семьи должно в настоящий момент, на момент обращения... На момент обращения в администрацию приходится не менее 10 квадратных метров жилого помещения. То есть либо семья является собственником квартиры, где вот эта обеспеченность до 10 квадратных метров, либо они прописаны и пользуются чьим-то жилым помещением, где эта норма в таком объеме соблюдается. Ну, допустим, живут они с родителями, да? Да, да, с родителями, да. И, соответственно, они подтверждают это уведомлением о том, что они являются нуждающейся семьей. И такие уведомления у нас выдают управление по жилищным вопросам администрации города Краснодара. А, собственно, вот эта секретаря... Могу ли я уточнить, вот эти 10 квадратов на каждого члена семьи, нуждающегося, о котором мы говорим, это жилая площадь или общая? Потому что вот здесь могут возникать какие-то определенные... Общая площадь. То есть это общая площадь. Теперь давайте следующий момент разбирать. Влияет ли сумма субсидий на количество детей? То есть если в семье один ребенок, это, допустим, одна сумма. Если в семье, допустим, два ребенка, а то, может быть, и три, ведь к 35 годам можно уже иметь и троих детей, там сумма будет увеличиваться. Естественно. Сама методика расчета субсидий, она привязана к количеству членов семьи. То есть количество членов семьи умножаем на учетную норму жилья 18 квадратных метров, умножаем на стоимость одного квадратного метра. Сейчас она по Краснодару на текущий квартал 37 тысяч... Ну, порядка 30. Да, порядка там 37-38 тысяч рублей. Вот, и получаем общую сумму. Например, на семью из трех человек сумма выплат составит 661 тысячи рублей. Семья из четырех человек получит 881 тысячи рублей из бюджета. Из 5 миллионов сто и так дальше. Нужно понимать, что государство не полностью финансирует вам покупку жилья. Она финансирует только 35% от стоимости жилья. Грубо говоря, вы покупаете квартиру стоимостью 1 900 000 рублей, для того, чтобы обеспечить по 18 квадратных метров на троих. На троих человек. Мы вам финансируем 661 тысячу рублей. Остальную сумму вы должны иметь сами в наличии. И, соответственно, обращаясь к нам за включением в вас список участников и претендентов, вы должны подтвердить эту сумму. То есть вы должны эти деньги показать. Не обязательно их нести в стопках, достаточно принести документы, что у вас такие деньги есть. Либо это выписка со счета, что у вас есть на счету деньги. Может быть, это оформлен уже кредитный договор. Или, если еще нет кредитного договора, вы приносите свою заработную плату, то есть справку из банка о том, что вот такую сумму кредита банк вам под такую зарплату готов выдать. Вот здесь давайте тогда разбираться с этим. Вот та субсидия, те деньги, они ведь целевые, их нельзя потратить куда-то еще. И я, как, допустим, если предположить, что мне еще нет 35, и моей супруги тоже, и я прихожу к вам, то есть я эти деньги на руки не получаю, я их не вижу. Они проходят целевым платежом в ту организацию, где я покупаю, грубо говоря, шлю. Или у покупателя. Да, я могу эти деньги использовать в качестве первоначального взноса, допустим, если я беру ипотечный гривень. Конечно, конечно. Жилье, которое я приобретаю, это должно быть первичное жилье, или это может быть на вторичном рынке? Здесь есть ли какие-то ограничения? Только вторичный рынок. То есть только вторичный? Да, потому что сама суть программы улучшения жилищных условий. То есть мы предполагаем, что вы приобретаете жилье уже готовое, куда вы сможете заехать. То есть это малорискованное, да, потому что жилье уже есть, оно уже готовое. Если мы покупаем там на первичном, на первоначальном этапе строительства, то ведь там еще могут возникнуть какие-то определенные проблемы, и государство не будет готово. Да, единственное, если вы строите сами свой дом, то здесь немножко другая ситуация. Давайте делаем так. По поводу того, если вы строите сами дом, мы сейчас поговорим сразу после рекламы, которую мы просто обязаны показать нашим зрителям, именно в это время, именно в этой части нашей программы. А потом вот начнем как раз с того, если вы строите сами дом. Хорошо? Итак, если вы строите сами дом, то дождитесь окончания рекламы. Если нет, все равно рекламу посмотрите, потому что там много полезной информации, рекламы на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о возможности обеспечить молодую семью жильем в рамках города Краснодара. Если позволите, Анастасия Анатольевна, мы с вами закончили на фразе, если вы строите сами жилье. Давайте с нее начинаем. Вы нам предоставляете документы с договора подряда на строительство. Ну и, собственно, мы потом рассматриваем документы, принимаем решение о включении вас в список участников, либо отказе в таком включении. 60 семей, которые в этом году получат субсидию, я так понимаю, что ее возвращать не нужно. Это субсидия, это вот государство таким образом помогает. Есть ли у вас такая информация? Вот из этих 60 семей кто готов сам строить, кто готов покупать жилье? Или так вот прямо на вскидку сейчас сказать достаточно сложно? Ну, как правило, в основном приобретают все жилье готовое. То есть на рынке никто сам не строит. У нас, по-моему, таких участников нет. Вот из этих 67, которые готовы сами строить и планируются эту выплату направить на строительство жилья. Насколько сложный пакет документов, которые необходимо предоставить для того, чтобы так или иначе попасть в программу? Или это, в принципе, по силам? Да, по силам абсолютно, да. Там пакет документов небольшой, справка о нуждаемости, подтверждение наличия собственных средств. Копии паспортов всех супругов, свидетельства о рождении детей, то есть документы, которые личность человека подтверждает. Ну, собственно, и все. Пакет документов небольшой. Вот, кстати, еще один момент. Ну, естественно, там кредитный договор, если это кредитный договор, то есть договор купли-продажи, но это уже на момент получения свидетельства. Мы как-то вот с вами говорили о том, что да, если там один ребенок, одна сумма, если два ребенка, это там другая сумма и так далее, и так далее, и так далее. А если семья, ну, действительно молодая, если да, супруги работают, но детей у них еще нету, а нуждаемость в жилье есть, живут с родителями, допустим. Да, вот они там где-то зарегистрированы, живут с родителями. Вот здесь можно ли рассчитывать на субсидию или нужно ждать, когда ребенок появится? Вот как здесь быть в этом отношении? Можно, можно рассчитывать на субсидию. Семья – это не обязательно семья, стоящая еще из детей, да, семья – это может быть супруг и супруга. Обязательно ли должны работать оба супруга? Опять же, если мы говорим про семью, допустим, папа работает, это совершенно понятно, мама сидит с ребенком, ребенок недавно родился, и она там в декрете, или, допустим, да, ребенок родился, пока они учились в ВУЗе, и она еще нигде не успела устроиться, а папа уже работает. То есть такие варианты тоже возможны? Возможно, но главное, чтобы эта семья смогла подтвердить наличие собственных средств, то есть чтобы доход супруга работающего был достаточен для того, чтобы оформить кредит, например, да, или собственные средства у семьи были бы в наличии. Ну или им на свадьбу родственники так вот прямо решили, подарили, и у них есть такие деньги уже живые, то есть с этим, с этим, куда стоит обращаться для того, чтобы получить информацию, можно ли это сделать через МФЦ? Для того, чтобы получить информацию, не нужно обращаться в МФЦ, в МФЦ вы обращаетесь уже за предоставлением услуги, то есть даете документы, мы вам направляем уведомление о том, что вы включены в список участников. За информацией нужно обращаться в департамент экономического развития по телефонам горячей линии 255-7103, либо 255-2567. И хотелось бы посредством вашей программы обратиться ко всем гражданам. Сейчас участились случаи, скажем так, неграмотных консультаций со стороны юридических различных компаний, жителей города Краснодара. К нам приходит просто стопка писем, и когда мы начинаем с одинаковым содержанием, с одинаковым текстом, с просьбой включить в список участников программы. Когда мы начинаем выяснять, собственно, откуда, выясняется, что у нас работает ряд организаций юридических, которые за баснословные деньги, около 30 тысяч рублей, пользуясь неграмотностью, скажем так, юридической наших граждан, составляют им под копирку письма. Вот, и я прошу, у нас есть отдел жилищных программ в департаменте экономики. Абсолютно бесплатно вам окажут консультацию, помогут подготовить документы для сдачи в МФЦ. Звоните, пожалуйста, по телефону горячей линии 255-7103, еще раз повторяю, 255-2567. Не ходите в юридические конторы, не отдавайте свои деньги. Потом их вернуть бы достаточно сложно. Их не вернешь потом, потому что, по сути, вы даете деньги по доброй воле за оказание неких юридических услуг. Бесполезно совершенно. Бесполезно обратно. Кстати, вот об этом, о том, что не стоит обращаться в непонятные организации или даже в понятные организации, которые оказываются в семье услуги, которые ты хочешь от них получить, говорили и в крае. Давайте послушаем вот еще один комментарий, потом вернемся к нашему разговору. Прошу. Информация для желающих ознакомиться молодых семей с данной информацией совершенно доступна, совершенно открыта и бесплатна. Почему я говорю бесплатно? Потому что в последнее время участились случаи обращения граждан не напрямую в органы власти, а в различные юридические фирмы, которые предоставляют услуги, естественно, на платной основе, по составлению, по оформлению обращений в органы власти различных уровней, как на администрацию президента, в аппарат правительства, так и в администрацию Краснодарского края по вопросам решения жилищных проблем граждан, в том числе по участию в государственной программе и в том числе по вопросам участия именно в программе для молодых семей. Но хочу отметить, что совершенно необязательно тратить деньги на оформление через юридические фирмы данных обращений. Граждане сегодня имеют массу возможностей обратиться напрямую в органы власти. Это и по электронным средствам связи, это и через интернет, через соответствующие сайты исполнительных органов власти, и личные приемы, и по средствам почтовой связи. Ну, то есть масса возможностей у граждан сегодня есть. И что касается информации о нашей подпрограмме, ее можно получить на сайте Министерства нашего, это Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Мы являемся главным распорядителем средств по данной программе и исполнителем этой программы. Ну вот получается, да, можно обратиться напрямую в муниципалитет, то, что мы говорили, да, в администрацию города Краснодара, этой серии «Моя рубашка ближе к телу», да, если вы, уважаемые телезрители, не сильно там верите, можно обратиться в край, пожалуйста, вот вас все равно потом направят в муниципалитет. Ну, не стоит нести деньги непонятным юридическим консультантам. Вот я сейчас выяснил, Анастасия Анатольевна мне сказала, что 25 человек вот уже как-то вот так вот попались. Да, мы ведем, специально начали вести реестр таких граждан, которые обращались к нам за последние несколько месяцев, 25 человек. То есть 25 семей, да? Да, 25 семей, и нужно понять, что вот из разговора мы слышим, что суммы, которые они отдают от 25 до 30 тысяч рублей, вот эти вот выручки за одну, ну, за услугу, в которую входит 10 писем одинакового содержания, как уже сказала моя коллега из администрации Края, да, в 10 инстанций, то есть администрация президента, администрация Края, полномоченный по правам человека и так далее, так далее, так далее. Тексты приходят абсолютно с одинаковым содержанием, причем можно даже сверить под копирку, пишутся, взять одного гражданина обращение второго, да. То есть я еще раз обращаюсь, пожалуйста, есть телефоны горячей линии, есть интернет, мы сейчас все пользуемся интернетом. Зайдите, просто в поисковике наберите молодая семья, город Краснодар, вас выведут ссылки на наш департамент, на контакты нашего департамента, не обращайтесь, вы не несите свои деньги. В юридические компании, потому что это создает, скажем так, не совсем правильный информационный фон для данной программы. Чтобы это вот пресечь, я обращаюсь к вам, граждане, надеюсь, меня все услышат, да, кто собирается дальше. Нет, я-то вас услышал, а сейчас сижу, лихорадочная дума, не ту профессию я выбрал, 25 человек по 30 тысяч рублей, что я вообще делаю здесь на телевидении. Еще один вопрос, который, я думаю, должен волновать наши зрители, по крайней мере, меня он волнует. Помогает ли в данном случае администрация муниципального образования город Краснодар еще и подобрать жилье? Может быть, есть такая услуга? Да, есть субсидия, есть, да, у меня деньги, есть у меня все, что вот необходимо, я законопослушный гражданин. Ну вот с жильем-то помогает или нет? С подбором, с выбором и так далее? С подбором, с выбором мы не помогаем, потому что все-таки есть у нас строительная компания, можем рекомендовать там какую-то перечень застройщиков, которые там строят, да, вернее, где там можно купить жилье, подходящее по площади для обеспечения всех чинов семьи данной. Молодой семьи. Мы помогаем в юридических консультациях, даже иногда бывают случаи, когда мы ведем консультации с продавцами жилья. Да, мы говорили, это речный рынок, да, здесь тоже есть определенная компания. Потому что там есть какие-то нюансы по оформлению, по срокам, по составлению документов, вот, и если нужно, естественно, наши специалисты еще и консультируют в этом направлении. Ну и вот эти деньги, которые получаются, да, это некий сертификат, некое подтверждение того, что у человека есть эти деньги. Как долго этот сертификат действует, как долго я могу выбирать жилье, что называется. Вот все у меня уже вроде на руках, да, я же могу за два дня найти себе подходящее жилье, а могу и год тянуть с этим делом. Есть ли какие-то ограничения? Да, у нас с момента выдачи свидетельства у вас есть 7 месяцев для того, чтобы воспользоваться этой выплатой. И еще один момент. Мы, когда говорили о суммах, которые есть, да, вы назвали там сумму, по-моему, исходя из стоимости квадратного метра 37-38, да, по-моему? 37-700, сейчас я точно скажу. Да, 37-38, эту сумму... 34-975. 34-975. Вот эту сумму устанавливает ведь не муниципалитет, эту сумму устанавливает не получатель субсидий, эти суммы устанавливаются, по-моему, на уровне федерации, да, то есть там пересматривают каждый квартал, если я правильно помню. И то, что мы с вами сейчас говорили, это вот на текущий момент. Да, это на текущий момент, на текущий квартал. У нас устанавливается приказом Департамента строительства по городу Краснодара. Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Анастасия Анатольевна, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о том, как можно улучшить жилищные условия для, в данном случае, молодой семьи. Существует еще какое-то количество программ для других групп граждан, живущих в нашем городе. Я надеюсь, что об этом мы тоже поговорим. В ближайшее время гостем нашей сегодняшней программы была заместитель Городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Анастасия Шашмарева. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Желаю всем успехов, желаю всем, чтобы все жили в хороших, нормальных, достойных, комфортных условиях, чтобы молодые семьи улучшали свои жилищные условия. Прощаюсь с вами ненадолго. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова